Не знаю, в Париже он или в Баку, но точно не в Шуши. Об этом в эксклюзивном интервью ради Азатутюн заявил посол Франции в Армении Оливье Декатиньи, отвечая на вопрос, где сейчас посол Франции в Азербайджане. Я не могу сказать, в Париже он или в Баку, но могу сказать, что его нет в Шуши. Напомним, что на днях посол США в Азербайджане отправился в Шуши. Посол Франции фактически заявляет, что Париж не изменил своей позиции и не признает силовую оккупацию Арцаха. В словах посла есть также упрек в адрес Армении и США, которые, по сути, уступили российско-турецкому тандему. Свидетельством тому является встреча Мирзаяна и Байрамова, запланированная на 10 мая в Алматы. А также то, что Армения, по сути, перестала упоминать Алматинскую декларацию. Оливье Декотинии сказал, хорошо, что начинается демаркация. Еще лучше, что оно начнется на основе Алматинской декларации. Это явно позитивное развитие, которое должно продолжаться. Армения выразила готовность пойти на определенные уступки на основе Алматинской декларации, и мы ожидаем, что Азербайджан также пойдет на уступки. В настоящее время Азербайджан оккупировал значительную часть территории Армении и должен покинуть эти территории. Об этом недавно напомнил премьер-министр Франции. Он не упомянул, что Алиев отрекся от Алматинской декларации после поездки в Москву, и премьер-министр Армении также не говорил об этой декларации на последней пресс-конференции. Посол Франции, приведя в пример свою страну, фактически сказал, что даже если у Армении будет оружие, для успеха ей нужна доктрина. Он намекнул, что у Армении нет доктрины победы. Он напомнил, что Франция трижды поднимала вопрос ситуации в Нагорном Карабахе, в Совете Безопасности, как во время блокады, так и после агрессии Азербайджана. Одна страна в Совете Безопасности, один постоянный член Совета Безопасности, например Франция, может заблокировать текст, но одна страна не может навязать текст. Не было большинства, которое могло бы позволить продолжить голосование. Не все страны, имеющие право вето, разделяют нашу точку зрения. Интервью посла происходит на фоне нескольких важных событий. Президент Макрон предлагает новую, более смелую доктрину европейской безопасности, Москва и Анкара подгоняют Ереван и Баку, осознавая свою уязвимость, а в Армении началось довольно весомое протестное движение. Какой ход сделает Париж? Продолжение следует...